Алло! Будьте добры, такси на набережную. Уже подплывает? Отлично! Болельщиков чемпионата мира по футболу в 2018 году на Ростов-Арену будут возить на речном такси. Оно сможет причаливать к любой точке набережной и левого берега. Необычные катера, аналогов в мире нет. Здравствуйте, это передача «Даешь Мундиаль-2018». Меня зовут Анастасия Натальевич. Это грустная ржавеющая парочка ракеты и метеор. Все, что осталось от крылатого речного флота юга России. Были еще кометы и восход, пока не наступил закат водного пассажирского транспорта в 90-е. Диагноз нерентабельный. От Ростова до Азова по воде рубль красная цена. Понадобилась почти четверть века и предстоящий Мундиаль, чтобы пассажирский флот вновь поднял паруса благодаря маленьким, юрким, рентабельным катерам. Разгулялся, расплясался, ой-то разрезавился подо мной. Пробок нет. И это самый весомый аргумент, чтобы пересесть на речное такси. Бороздить по городским дорожным рекам со скоростью в 80 км в час не положено. А по дону можно. По счетчику 50 рублей минута. Недешево. Но ведь не в кругосветное плавание мчит катер такси. Мы добираемся, здесь пересекаем речку на расстояние порядка 200 метров. А чтобы попасть на автомобиль, надо проехать по Ворошиловскому мосту, потому что вернуться обратно, чтобы попасть на стадион. То здесь просто из-за того, что мы будем проходить меньшее расстояние, будет экономически выгоднее. Вот набережная до левого берега, где строится новый стадион Ростов-Арина. Всего две минуты. Это расстояние такси проходит, ну, как минимум полчаса. Цена билета в водном такси – это примерно 100 рублей такое расстояние. Обычное такси повезет вас рублей за 250. Ну, разница ощутимая. Накатывающая волна восторга, брызги эмоций абсолютно бесплатно. И все это удовольствие с гарантией высочайшего уровня безопасности. Интрига 2018 года. Речное такси на базе непотопляемых катеров. Из полиэтилена. Уникальный катер в плане безопасности, потому что он сделан из инновационного материала полиэтилен высокой плотности. Из этого материала строят катера только у нас на Дону сейчас, на данный момент в России. Теплоходы катера «Катамарана» из полиэтилена изготавливает ростовский завод «Риф». Суда испытаны морями, черным и азовским. Не боятся ни четырехбального шторма, ни пробоины. Признаны лучшими экспонатами международной морской выставки в Санкт-Петербурге. Повторюсь, таких в России пока нет. Большинство людей полиэтилен себе представляют именно так, как этот пакетик. Что значит катер выполнен из полиэтилена, надежный ли это материал? Чтобы понимать, полиэтилен, который вы держите в руках, это полиэтилен высокого давления. Он легок в производстве, гораздо дешевле, чем полиэтилен низкого давления, из которого выполнен катер. Полиэтилен низкого давления, если рассматривать на молекулярные уровни, то тут молекулы расположены более близко друг к другу. Вместе они сила. Это про молекулы. Не подвержен коррозии, не требует покраски, минимальный срок использования 30 лет, тогда как обычные алюминиевые катера к 10 годам выглядят и чувствуют себя, как столетние старички. А нам, не вдаваясь в подробности современных технологий, приятно осознавать, что наше речное такси будет самым безопасным в России. Прокатим с ветерком гостей Мундиаля. Представители администрации города прошли на яхте путем туристов, которые приедут к нам на Мундиаль. Ростов с воды без преувеличения прекрасен, а будет еще лучше. Уже есть чему гордиться. Это сегодня окончание строительства Александровского моста, это верхнее строение Ворошиловского моста, это подготовка к окончанию строительства Ворошиловского моста и ряд других работ, которые необходимо выполнить перед чемпионатом мира, чтобы город мог показать себя в всей классе не только с берега, но и с воды. Когда все будет готово, останется только подсветить все достоинства в прямом смысле слова. Обещают, что однажды, увидев Ростов ночью с воды, забыть его будет невозможно. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, как пройти в библиотеку? Это вам на улицу Пушкинскую нужно, по Богатяновскому подниметесь и как раз не выйдете. Спасибо. А что, если иностранный гость спросит, гость чемпионата? Придется штучнировать под забытый английский. А к волонтерам требования более серьезные. Более двух с половиной тысяч волонтеров будут работать на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Половина из них в оргкомитете, половина на улицах города. Это не только знание английского языка, это умение быть и оперативно реагировать на изменяющую ситуацию, быть человеком коммуникабельным, быть человеком добродушным, с хорошим настроением, между прочим, независимо от погоды, например. Хотя сегодня погода нас совсем не пугает, мне кажется, даже наоборот. Владимир Путин дал старт набору волонтеров на чемпионат мира по футболу. На видеосвязи все 11 городов, принимающих мундиаль. 15 тысяч юношей и девушек в волонтерской форме станут визитной карточкой нашей страны для десятков тысяч болельщиков со всего мира. Именно от вас, от волонтеров чемпионата будет во многом зависеть, какие впечатления о России увезут с собой на родину наши гости. Ростовский волонтерский центр работает на базе Донского государственного технического университета. С 1 июня и до конца года здесь будут принимать заявки. Ожидается конкурс не меньше 10 человек на место. Нужно любить свое дело, помогать людям, улыбаться, не бояться проблем, не бояться трудностей. Курбан Бердеев остается. Главный тренер футбольного клуба Ростов все-таки будет работать и в следующем сезоне. Ранее СМИ сообщили, что он, скорее всего, покинет свой пост в ФК Ростов, так как руководство клуба не может предоставить ему финансовых гарантий. Взаимопонимание найдено. Стадион Олимп-2 выкупят у ФК Ростов для обустройства к Мундиалю. Более 17 миллионов рублей будет направлено губернаторам области на покупку стадиона Олимп в областную собственность для дальнейшей реконструкции. Согласно утвержденному Международной федерацией футбола FIFA перечню тренировочных полей, Олимп-2 наряду со стадионами СКА и Локомотив станет площадкой для предматчевых тренировок команд-участниц Мундиаля. После чемпионата футбольное поле останется в распоряжении спортшколы Олимпийского резерва номер 8 имени Виктора Понедельника. Тысячу камер видеонаблюдения установят к 2018 году. Сейчас их в половину меньше. Современная система безопасности позволит контролировать порядок не только на дорогах Ростова, но и в других местах массового пребывания людей, и в том числе на строящихся к чемпионату мира объектах и транспорте. Система должна обеспечить безопасность людей и коммунальные инфраструктуры, а также четкое взаимодействие всех силовых структур. В видеожурнале «Россия-2018», который выходит на канале FIFA, «Красавица», посол Ростова-на-Дону Виктория Лопырева презентовала достопримечательности нашего города. Это церковь в Покровском сфере, музыкальный театр, Пушкинская и знаменитая Ростовчанка. А я с вами прощаюсь. Увидимся на следующей неделе. Субтитры подогнал «Симон»